Блин, люди ходят, а я тут все снимаю. Итак, сегодня у нас 25 января и я чуть-чуть на улице лед. Итак, у нас сегодня 25 января. А что значит 25 января? 25 января значит то, что сегодня мне должны были выдать постановление, в котором должно было быть написано, виноват все-таки я или второй участник. Напоминаю, что 26 декабря 2018 года, а сейчас 2019, у меня произошло ДТП, в котором я въехал в Хаммер, который выезжал из второстепенной дороги и просто перегородил мне дорогу. И как бы я тормозил, но просто медленно в него катился из-за того, что на дороге был там снег, лед и всякая херня. А выехал он в последний момент. Вот, тогда он свою вину признавать отказался. Написал, что это я в него целенаправленно двигался и не тормозил. Что в общем-то не звучит как какое-то объяснение тому событию, но почему-то все-таки они решили вынести определение, что вот приходите через месяц к дознавателям. Пришел я сегодня к дознавателям и выдали мне постановление, в котором все-таки чувак признал свою вину. Но признал он ее очень странно. Он пришел, ну как мне сообщил сотрудник ГИБДД, он пришел к ним после праздников и сказал, что так как у него нет повреждений на машине, ну я так понял, там мы просто выставили развал и все. Так как, короче, повреждений нету, то ему смысла нету там бороться, бодаться и он просто признает свою вину. То есть понятно, зачем он вообще все это делал. Чтобы, видимо, каким-то образом должны были ему одобрить ОСАГО. Ну, в смысле может быть сделать меня виноватым и по ОСАГО тогда ему бы восстановили машину, а с меня бы сняли деньги. Вот, но в какой параллельной вселенной должны признать виноватого человека, который ехал по главной дороге и не успел затормозить перед человеком, который выехал наступающий и перегородил ему путь. В принципе, это не в параллельной вселенной. Довольно-таки возможно, довольно-таки возможно. Короче, это может произойти в реальной вселенной, не параллельной. Просто достаточно дать кому-нибудь на лапу. Вот, чего я боялся, что так и произойдет по законам подлости. Но, счастье, это не произошло. Все получилось честно и постановление, в общем-то, у меня, что у меня радует, так как я не оказался виноват в том, чего я не совершал. Во-первых. Во-вторых, можно будет теперь заявить по ОТС. Спасибо чуваку, который написал мне вообще про ОТС, потому что до этого я не знал о такой штуке. Я на сто процентов не помню его никнейм, по-моему, your bad fake skill и там что-то белый какой-то ярлык. Но я могу ошибаться. Поэтому спасибо тому, кто это написал, если это вдруг не ты. А если ты, спасибо тебе. Вот. Что еще можно сказать? Страховая сказала, когда вот тогда у меня машину забирали на дефектовку в ОТС, мне тогда сказала страховая, что... Что она мне сказала? Она мне сказала, что пока мне не выдадут постановление, они ничего согласовывать не могут. Им нужно постановление. А после праздников, там спустя 2-3 дня, я выяснил, что постановление им не нужно. Им достаточно определение, которое я им сканом отправил. И согласовывать они начали уже, получается, с 9 или с 9 или с 10 числа, ну вот когда праздники кончились. Самое ужасное получается, что с 29 по 9 ничего не происходило, ну потому что были праздники. Вот. Соответственно, сегодня 25-е. Все уже согласовано. И по идее мы должны уже в этом месяце вернуть машину. Хотя мне говорили, что запчасти заказаны... Хотя мне говорили, что запчасти заказаны из Германии еще дня 4 назад. И минимум они будут ехать 3 недели. Но вот прошло 4 дня... Нет, не 4 дня назад. Короче, какое-то время назад мне сказали, запчасти все заказаны, половина и половина из них из Германии, они будут ехать 3 недели. А спустя дня 4 мне звонят из Аудиоцентра Петроградского и говорят, Павел, хотел вам сообщить о том, что мы начинаем работы по восстановлению вашего автомобиля. Вот. И это странно, как они из Германии так быстро доехали. Ибо они, может быть, потом нашли все то, что все-таки они есть не в Германии, а есть в Москве. Не знаю. Заранее не хочу дату говорить, когда я буду забирать машину, потому что, блин, я сейчас скажу. А в итоге выяснится, что они перепутали месяц, и это будет не январь, а май, и не 2019, а 2020. Ну, потому что нельзя заранее вообще никому ни о чем рассказывать. Потому что все пойдет через жопу. А, и еще последний пункт по поводу вот этого ДТП и всей этой ситуации. В видео про ДТП там было много комментариев по поводу того, что нельзя было машину заводить без антифриза, нельзя было передвигаться без антифриза, нельзя было лить воду в двигатель. Хотя она вся вытекла, блин, за три секунды, так что толку от нее никакого. А во-первых, во-вторых, когда будут ставить радиатор интеркулера, они все равно промоют его, промоют систему. Я уточнил, мне сказали, да, мы ее в любом случае промываем. В-третьих, сказали, что даже если налили в воды, это ничего страшного не будет. Единственная разница между, ну это в принципе я и сам знал, между дистиллированной водой и водой обычной в том, что в дистиллированной нет солей. Ну и вряд ли какие-то там соли, которые человек употребляет в организм, могут повредить, блин, металл. Очень сомневаюсь, ну это ладно, не суть. Короче, там было много комментариев, что ничего нельзя было делать с машиной, нужно было ее взять на руки и понести домой. Вот, и я чуть-чуть переживаю, мне вся эта информация, ну вот, въелась в голову. Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Мистер Коп хочет сказать идея. Она живучей и крайне заразна. Стоит идеей завладеть мозгом, избавиться от нее уже практически невозможно. Я чуть-чуть переживаю, мне вся эта информация, ну вот, въелась в голову, что там нельзя было, что я все это плохо сделал, что там головку блока поведет, задиры будут на цилиндрах, там поршни вылетят из капота. И, короче, когда я машину буду забирать, я, получается, ее заберу, она будет такая вся красивая, наверное, не знаю, может нет, поеду куда-нибудь, ну поеду сначала там по делам, скорее всего, или домой, не знаю, смотря когда я забирать буду. Короче, поеду потом, в первый раз, когда я захочу на ней навалить, поеду на ней навалить, и, блин, первое нажатие в пол будет, таким словом до 6500 дойдет стрелка, и все, и двигатель застучит, так как там произошла какая-то коллизия еще 26 декабря. Блин, вот лучше реально вообще ничего не читать, меньше знаешь, крепче спишь. Субтитры сделал DimaTorzok